Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И вновь с вами программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиаметр». Мне невероятно приятно каждую среду приезжать в эту студию, потому что мы сделаем еще один шаг с целью исследования, а как вообще эффективно управлять людьми. И что надо делать нам в нашей российской действительности, каждому из вас, я имею в виду именно вас, мою целевую аудиторию, руководителей компаний, генеральных директоров, собственников компаний, чтобы ваша компания работала эффективнее, чтобы вы смогли сделать так, чтобы она была управляемая. Я, наверное, бы девизом сегодняшней программы назвал бы «Жизнь по договоренностям или жизнь внутри установленных правил», потому что именно об этом мы сегодня с утра говорили с моим прекрасным гостем Алексеем. Алексей, доброе утро! Доброе утро! Алексей, HR-директор «Панавто», официального дилера «Мерседес». Пожалуйста, расскажи, как… Знаешь, мне очень много говорят о том, что в основном гости моего эфира прекрасные девушки и женщины. HR-профессия, она такая, как бы мамочки или воспитатели. Вот мужчины давно мне говорили, женщины мне особенно пишут, «Роман, вы теряете свою целую аудиторию, хватит уже вводить женщин в эфир, давайте уже мужчины». И вот снова вот здесь вот после… у нас были чередуемые гендерные моменты. Как ты пришёл в управление персоналом? Ты знаешь, сознательно. Ну, почти сознательно. То есть, тот возраст, когда сознательность начала появляться, я уже понимал, что я буду HR. У меня HR-образование, и сознание перешло как раз в тот момент, когда образование закончилось, и вот уже было жалко прожитых пяти лет в университете, и решил, а надо вот и профессионалом становиться. И вот с тех пор я в HR-е… А какая была база, Алексей, образование? Вообще, это госмуниципальное управление… То есть, именно управление? Управление, но специализация управления персоналом. То есть, у меня прям специализация. Круто. Да. И вот представлял ли ты, что ты попадёшь в профессию, которая в целом как бы женская, и тебя это не смущало? Слушай, да я, наверное, тогда вообще не представлял эту профессию. Вот она оказалась немножечко другой от того, наверное, чему учили в университете, и дело даже не в образовании, а в том, что эта специальность на что же развивается, эта профессия развивается, очень быстро развивается. Женская, неженская – какая разница? Хотя, это правда, это очень женская профессия, и все мои коллективы, в которых я работал, там за последние 10 лет, они, конечно, они по большей части девичьи. Круто. Друзья, напомню, Алексей Кирсенко, HR-директор Панафта, официальный дилер Mercedes-Benz в России, лучший, по-моему, дилер, да, в России? Ну, один из лучших дилеров, в зависимости от года, мы получали официальные номинации от Mercedes-Benz Rouss в России в 2013 году. В 2014 году мы становились лучшим дилером в России, в 2015 году у нас был, насколько я помню, лучший сервис в России. И вот результаты… Сам какую машину водишь? Mercedes. Тоже Mercedes, само собой, да? Само собой. То есть, ты как бы евангелист бренда, в котором ты работаешь, ты не можешь, ну, как бы, не… ну, если ты работаешь в этом бренде, ты должен его чувствовать, да? Ты знаешь, да, и это очень важно. И вот этот момент, опять же, чувствовать бренд, любить бренд – это то, о чём я говорю и, наверное, передаю своим даже девчонкам. Если ты даже рекрутер, ты должен чувствовать бренд, ты должен знать и бренд, и компанию, ну, потому что… А ты их катаешь хоть на своём Mercedes? Да. Ну, у меня есть такая шутка от такси Тропарёва, когда корпоративный автобус уже ушёл, а они всё ещё работают, я так могу посидеть, подожать, сказать, ну… А сегодня ты. Пора. А у тебя сколько мест в машине? Четырёхместный или купе? Купе, но там четыре места. А, ну понятно. Слушай, прекрасно. Ну, мы так немножко размялись с тобой. Я ещё хочу сказать, что Алексей, конечно же, имеет большой корпоративный опыт и до ПАНАФТа работал в крупнейших международных компаниях. Наверное, самая крупная – это Марс? Ну, да, наверное, самая крупная в России – это Марс. Если говорить… Не, наверное, МТС был крупнее, но это МТС российский. Ну, я имею в виду Лорд Вайлд – это, конечно… Лорд Вайлд, Марс, Марс, Джон Дирь – тоже не маленькая. Трактора? И все сельхозтехника, да? Трактора, комбайны, лесозаготовка, строительные. Окей, вот три крупнейшие компании – Джон Дирь, Марс и МТС, да? Скажи мне, пожалуйста, принципиальную разницу между международной компанией и российской компанией в двух словах. То, о чем мы с тобой говорили до эфира – это правила. Правила. Это правила. Следование правил. Следование правил. В любой ситуации, да. А что является правилами? Правилами являются ценности компании, стратегия или личная воля руководителя? Я сказал, вот это и будут мои правила. Ты знаешь, наверное, правила – это то, что выработано за годы существования каждого бизнеса. Правила не могут быть выработаны только собственником или генеральным. Компании очень большие, и правила вырабатываются в том числе и на нижних уровнях, где-то там, не знаю, на уровне каких-то региональных офисов, на уровне команд, подразделений. Вот эти правила, они однажды выработаны и становятся нормой. Потом они как-то, знаешь, формализуются в виде политик, правил, процедур. Я специально задал тебе этот вопрос, мне было очень важно это услышать. Вот мне кажется, мы как раз подошли к сути главного. То есть основа компании, основа, да, или основа правил управления в компании – это не воля одного человека, который пришел и сказал, я так хочу. Это совокупное мнение, проверенное практикой людей, создающих и работающих эту компанию. Это некая общность. Вот это, ну, сегодня модно говорить, наверное, это слово. Это энергетическая составляющая, выраженная в словах, там, допустим, где есть частица каждого, который когда-то что-то вложил в эту компанию. Там, свои действия, свою любовь, свое отношение, приверженность, лояльность и так далее, и так далее, и так далее. Ты знаешь, я новичкам говорил, красиво сказал, но я новичкам говорил даже чуть проще. Каждая компания – это живой организм. Вот, как бы мы ни хотели, у нас, чуть-чуть в сторону уйду, в компании в 2015 году мы сформулировали, именно сформулировали, обобщили наши ценности компании. Как это происходило, два слова? Собирали мнение сотрудников. Все-таки от людей. От людей, да. Это не шло сверху, это шло как раз снизу. Это было выраженное мнение сотрудников компании. Мне очень важно было это услышать, так как, может быть, ты видел и в моем письме, и вообще это на моем профиле в Фейсбуке, я сейчас говорю о том, что я являюсь инсталлятором в России управления, основанного на ценностях. Вот сейчас веду несколько проектов в разных компаниях, где мы внедряем управление, основанное на ценностях. То есть на тех правилах, которые разделяют все сотрудники. А ценности – это же как раз в глубине нашего человеческого сознания. Именно они влияют на образ мысли, на поведение в дальнейшем. Невозможно влиять на поведение, оно не меняется. Поведение – это лишь следствие, причинно-следственные связи внутренней нас. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, вот мы сейчас уже вплотную подходим к нашей теме эфира. Мы с тобой, когда предварительно определялись, мне очень понравилась обозначенная тобой тема. Эффективность через ответственность. Через личную ответственность. Через личную ответственность, безусловно, конечно. Почему она мне очень понравилась? Потому что за годы своей корпоративной карьеры и за годы консультирования компаний я вывел две глобальные проблемы в российской системе управления. Я бы хотел, чтобы мы с тобой попытались эту тему пообсудить. Тебе, если нужно, листочек, ручку я тоже тебе дам. Но ручки у меня нет, я тебе дам листочек. Вот, значит, да, и мы можем ее делить с тобой напополам. У нас такая живая будет тема. Первая проблема – отсутствие эффективного менеджмента. То есть, как первое, это значит этих правил отсутствия. А второе – нежелание исполнителей или сотрудников брать ответственность на себя за выполнение поставленной задачи. Причиной этих двух глобальных проблем, я считаю, что есть пять задач, которые, решая их, ты можешь выстроить, в принципе, нормальную систему управления. Непонимание стратегии, отсутствие ценностей, непонимание, куда ведется компания, отсутствие системы управления в целом, со всеми включающими, неэффективный HR, неэффективные бизнес-процессы и отсутствие у людей желания развиваться. Вот, решая все последовательно вот эти пять задач, можно прийти к решению этих двух проблем, и в целом компания начнет управляться. Мне очень хотелось поговорить сегодня как раз о второй вот этой теме, что вот у тебя есть кейсы, как через личную ответственность добиваться эффективности. Вот начнем, может быть, если ты не заражаешься с самого верхнего уровня, вот как раз с уровня стратегического. Как она там работает, на этом уровне? Ну, во-первых, у компании есть выраженная стратегия, у компании есть выраженная миссия, она давно известна, она не тайная, она очень... Заедем в Панафта и спросим у шоурума, они могут сформироваться? Да, у любого. Как он, это просто заучено будет или осознанно? Это будет уже, знаешь, практически впитано. Впитано. Это впитано. Тогда расскажи нам, так как моя задача сделать из программы, кейсовая такая программа, чтобы люди смотрели, ставили на паузу, записывали и попробовали у себя сделать, что нужно делать, чтобы сотрудник впитал стратегию компании? Слушай, давай я тебе, наверное, расскажу наш кейс, как мы к этому пошли. Заберу у тебя ручку, буду записывать. Вообще миссия с 2007 года, насколько я помню, существует, она была транслирована на одном из дней рождения компании, помню, в 2007 году это был день рождения компании, там она была озвучена. Сформулировать можешь? Лучше всех в России продавать обслуживательные сады с Бенс. Круто. Есть, помимо этого, есть стратегические направления, которые мы для себя обозначили, там три стратегии. Но когда мы начали формулировать ценности, мы поняли, что вот они готовы, мы готовы транслировать, мы это всё завязали вместе. То есть, понимаешь, мы завязали стратегия, стратегические цели, и в основе всего этого лежат ценности. Пять ценностей компании, которые формируют, ну вот некую общую среду, некую общую культуру. Нетрудно тебе будет их обозначить. Ценности? Всё очень просто. Та самая ответственность, конечно же, качество, конечно же, целью стремлённость, конечно же, уважение и доверие. И пятое, и она, мне просто будет потом интересно, поделишься, как ты воспринимаешь позитивное мышление. Очень интересно. Вот пять ценностей. Мы с сотрудниками, со всеми, с каждым эти ценности проговариваем. То есть, со всеми действующими сотрудниками мы им это всё объясняем. Где люди могут видеть ценности на своём рабочем месте? На портале. У них есть небольшие такие брошюрки, но основное, они могут это получить напрямую от внутренних тренеров. Я буквально секунду, так как занимаюсь именно постоянно внедрением ценностей в жизнь людей, когда мы начинаем в компаниях, в каждом кабинете вывешивать ценность месяца, мы печатаем книжки это ценности, на визитках распечатываем ценности. Люди спрашивают, слушайте, вы не переусердствуйте? Я говорю, можно переусердствовать только тогда, когда ты не собираешься это внедрять. А если ты хочешь, чтобы это тебе появилось, на первом этапе надо дать избыточно, чтобы оно принялось, осело, а потом оно уже как бы у тебя... У вас примерно таким же ходом шло? Да, ты начал немножко с такого маркетинга, с рекламы. А мы пошли с обучения и объяснений. всё верно, я просто имею в виду элемент транслирования внутри царта. Перед этим и само собой обучение, и всё остальное. Как у тебя было организовано обучение? Ну, с точки зрения понимания ценностей. Обучение – это двухчасовая сессия, её проводят директора, её проводят генеральный, и проводят тренеры, которые пожелали этим заниматься. У нас всего 8 человек в компании. Мы собираем группы 5, 6, 8, 10 человек. И в течение двух часов по определенному скрипту мы с ними эти ценности разбираем. Прорабатывать. Мы прорабатываем, причем, скорее, знаешь, мы сподвигаем их правильно для себя сформулировать, что это, а потом привязать это к своей работе. Алексей, а вот вы, когда формировали описание ценности, вы вовлекали людей в формирование? Потому что вот я считаю, что важнейшим элементом мы сделали как, например, в компаниях, мы рассылаем ценность, и люди выдают слова, которые с ними ассоциируются. Потом из этого облака слов составляется описание, где и каждый говорит, что да, это тоже я говорил. И ценности мы направляем, то есть основа ценности, не просто ценности ради ценностей, а ценность по отношению к себе, коллегам, клиентам, к акционерам, к обществу. И вот я понимаю, что моя ценность такая-то по отношению к тебе, такая-то к акционерам, такая-то, ведь мы же как бы, знаешь, вот ещё очень важный момент такой, многие называют всё, о чём мы с тобой сейчас говорим, ну, типа, практические такие директора, не персональщики, не люди, которые имеют отношение к персоналу, а люди такие, которые как бы считают себя отцахи, что, мол, всё, что вы говорите, это бла-бла-бла, это игрушки. А на что я, а, и он говорит, ничего не заменит, просто как бы хороших денег, и жёсткого прессинга с точки зрения административного управления. На что я говорю, что это в краткосрочном принципе, да, но через какое-то время в твою компанию никто никогда не придёт. А здесь мы строим компанию додолго, и люди будут хотеть в ней работать, и когда ты начнёшь загибаться, мы начнём расти. Вот это будет разница между подходом твоим и подходом нашим. Скажи, пожалуйста, разделяешь ли ты такой подход? И ещё второй вопрос здесь. Удалось ли бы тебе что-то сделать без воли генерального и его понимания, что это тоже важно? Ты знаешь, если бы у этого генерального не было такого понимания, а это во многом-то в том числе идёт от него. Вот как раз отдаю должное нашему генеральному директору. У тебя прямая с ним связь? Ты можешь в любой момент ему позвонить, сказать? Да, да, ватсайп, ватсайп. Как бы вы общаетесь на ты, на вы? На ты, конечно. Его как зовут? Кирилл. Кирилл, да? Просто почему я спрашиваю? Однажды в нашей студии очень крупная компания, я тоже спросил Ичара, как вы общаетесь со своим генералом, и тот, и тот, и тот. Потом мне позвонили представители пресс-службы, просили вырезать этот момент, потому что это слишком было откровенно. Нет, у нас это часть культуры. Это часть культуры? Это часть культуры. Любой может обратиться к нему на ты. Любой. И он открыт, он готов выслушать, он отвечает на письма. И не только он, любой директор в компании, включая генерального, это, знаете, политика открытых дверей. Это не бла-бла-бла, это так и есть? Это так и есть. То есть он вот самый простой сотрудник, например, у него есть какая-то потребность, он не смог обсудить это со своим руководителем, он хочет прийти к генеральному, его генеральный примет и сделает какие-то соответствующие выводы, ну, там отправит куда-то, и потом пригласит, скажет, как будет решен вопрос. Слушай, знаешь, я таких, наверное, историй в подробностях не знаю, но я уверен, это редкость очень большая. Я уверен, что так и будет. Ты можешь мне сказать, почему это важно и почему сейчас те генеральные, которые смотрят к нам, должны в себе включить вот эту штуку и стать более открытыми для людей? Ты знаешь, мы это объясняем очень просто, в том числе всем новичкам, в том числе генеральный директор, он встречается со всеми новыми сотрудниками в компании, со всеми, вне зависимости, там водитель-перегонщик, я не знаю, оператор колл-центра, хостес в салоне, все, все встречаются с генеральным. Это снижает возможность, ну, или вообще снижает риск ошибки. Понимаешь? Ошибки в выборе человека? Нет, ошибки в любых действиях. Понимаешь, если человек боится тебя о чем-то спросить, есть гораздо выше шанс, что он совершит какую-то ошибку. Даже может быть глупая ошибка, которую можно было 10 раз избежать, если бы он спросил. И если у тебя нет вот этой атмосферы доверия внутри компании, в том числе и к генеральному директору, если у тебя нет открытых дверей, ты эту ошибку совершил. Ведь у нас же российский директор или там имидж, ты знаешь, мне еще в свое время жена говорила там, вот посмотри, какие директора там ходят. Я в свое время там был директором воркразвитии по персоналу в крупнейшем российском банке. Это сейчас ОТП, я был директором воркразвития. Вот зачем ты ходишь и улыбаешься со всеми? Смотри, какие идут мимо, вот сразу видно, что он руководитель. То есть вот в России существует ментальное мнение, что если ты закрыт, если ты такой, знаешь, мачо, тогда ты руководитель. А вот если ты открыт, если ты доступен, то получается, что утеряется уровень управляемости, у людей появляется какая-то возможность, что ты доступен, то есть панибратство какое-то. Как здесь сохранить баланс открытости и управляемости? Ты знаешь, я для себя, наверное, ответ нашел в том, что я, за счет этого, я наставник. Вот я в первую очередь, я для своей команды, я не управленец, я наставник. Это мой стиль управления, я действительно много времени трачу для того, чтобы развивать своих сотрудников. И понимаешь, когда ты с ними проводишь время, им помогая, ни панибратство, ничего тебе уже не страшно, оно просто не проявится. Мы со всеми HR-ами, которые были здесь у меня в студии, обсуждали, а есть ли вот эта роль сегодня у HR-а, как коуч, в хорошем смысле это слово, и наставник с точки зрения менеджмента и управления людьми для всех топ-менеджеров? Они говорят, да, есть, вопрос в другом. Вопрос в том, что топ-менеджеры не готовы внутри себя признать, что он такой там директор коммерческий, директор по продажам должен, или не должен, а может прийти к HR-у, поговорить с ним, посоветоваться, как ему поступить. Вот как вот это здесь, как тебе удалось растопить лед отношения между, ну, само собой, видимо, это от генерального, идет, возвращая тему, закрывая тему генерального, да, и вот следующий уровень, ты как уже наставник для топов. Ты знаешь, ну, я надеюсь, что мне это удается, я же не знаю, что у них там в головах, но… Отличный повод спросить, помнишь, ты говорил, что очень важно получить вот эту обратную связь. Приедь сегодня, спроси у них у всех. Хорошо. Убедил. Это вопрос твоего завоеванного доверия. Опять же, возвращаясь к теме, если ты понимаешь их бизнес, или ты понимаешь, чем они живут, и чем ты можешь быть им полезен, ты завоевываешь их доверие. Когда есть вот это выстроенное доверие, они к тебе приходят, ко мне приходят. Говоришь ли ты сейчас о вот этом модном понимании роли HR как бизнес-партнера? Да, само собой. Что это для тебя? Во-первых, для меня это часть моей работы, которую я уже прожил до Панавто. HR-бизнес-партнер, помимо там, ну, такого, понятного функционала, есть бизнес, есть HR-функции, ты занимаешься связкой, там, транслирование одного в практике другого, это действительно наставник, это действительно партнер, который смотрит на твой бизнес немножечко под другим углом. То есть, если ты смотришь на свой бизнес с точки зрения ресурсов, цифр, там, не знаю, продаж, производства, то HR будет смотреть, в первую очередь, с точки зрения людей, команд, эффективности, управляемости, вот таких вот очень понятных вещей, и вот здесь начинается симбиоз. Супер. Итак, друзья, маленький реноме, наше первое вопрос, о уровне стратегического, выработав общие ценности с вашими сотрудниками, на примере Панавто, необходимо их доносить, сделать так, чтобы люди разделяли их, может быть, участвовали в создании писания, может быть, занимались тем, что пытались друг другу рассказать. Но, например, у вас, Алексей, принято вот эти двухчасовые сессии, в которых вы, ну, пытаетесь людям дать возможность понимания, что это такое, услышать от них обратную связь, и скорректировать их понимание. Ценности, и не бойтесь переусердствовать, есть везде в компании, на сайте, есть напоминалки, книжечки, визитки, в общем, везде, где есть возможность, это некий, это, наверное, тот, из них создается каркас вот этих правил, наверное, скелет, в рамках которого потом компания существует. Окей, отлично, с этим пошли. Движемся дальше. Вот, переходим, как вот свести вот это к личной ответственности, где она у тебя появляется, на каком этапе? Ты знаешь, личная ответственность, это вот, возвращаясь к тому образу генерального директора, как ты нарисовал, личная ответственность, это то, что поможет ему ни одному в этой компании работать. Это его уровня, топ-мен. А вот как он транслирует это понятие личной ответственности до каждого? Ведь, что такое личная ответственность? Да, в хорошем смысле это слово, ты идешь, бумажка валяется, ты ее поднял или мимо прошел. Вот, вот ровно этот пример, ты понимаешь, вот ты как будто в пан-авторе работаешь. Это вот ровно тот пример, который я рассказывал, у нас есть ценность, она называется ответственность. То есть, когда ты, как сотрудник, не выполняешь работу, а ты причастен к более высокостоящей цели. Как раз поднять ту самую бумажку, ты же не просто так ее принимаешь. Потому что ты понимаешь, что вот здесь должно быть чисто, потому что здесь ходят твои коллеги, здесь могут пройти клиенты. Это бородатый анекдот про НАСА, что уборщицу спрашивают, ты что там делаешь? Я не полы мою, я корабли в Коас. То есть, она чувствует причастность в целом. То есть, задача какая, возвращаясь к твоей миссии, лучше всех в России продавать Mercedes-Benz. Это значит, что любой человек в компании по нафту, будь то, я не знаю, там, айтишник, или кто еще, там, та же уборщица, там, это все-таки это клининговая компания нанятая, но ей тоже донесли, что если она сделать так, что вот этот ее кусочек будет чистым, всегда, хорошо пахнущим, там, туалетная бумага будет в туалете для клиентов и так далее, то это значит, это будут лучшие продажи Mercedes-Benz в России, то есть, все через эту призму, да, то есть, вы им одели вот эти очки через миссию, смотри на жизнь через миссию. Ну, мы там к миссии еще подцепили стратегические цели и действительно сделали фокус, вот фокус всей компании, и мы как раз, когда вот в ходе там двух часов этих общаемся, мы просим каждого привязать свою работу, вот просто понять, как твоя работа влияет на эту стратегию и на эту миссию, прям вот простроить эту четкую связь. И понимаешь, это очень интересно наблюдать, особенно когда ты вот с группой работаешь, там, сотрудник, не знаю, там, перегонщик автомобилей, ну, то есть, он перегоняет автомобили по территории салона, и он начинает прям вот понимать, что, а я, оказывается, влияю там на эффективность компании, а эта эффективность это ведет к тому, что мы лучше всех в России это можем делать, это здорово. Вот мы сейчас это проработали с каждым, понятно, там разная степень успеха, но мы это делаем. С каждым сотрудником. С каждым. И это команда ваша, которая работает, этот генеральный, ты и кто-то еще? Или генеральный, там, от времени от времени, Нет, генеральный активно участвует, наверное, наравне со всеми. То есть, мы провели за год, я не помню, считал, по-моему, в районе 80 или 90 сессий таких. То есть, вы не по одному разу этих людей дергали к себе? А, нет, мы дергали их по одному разу, но понимаешь, мы дергнули все там 600. Сколько у вас всего человека работали? 70. У вас в районе 700 человек работали? Да. О, много. Мы с каждым. Круто. Уважаемые генеральные директора, если вы считаете, что общение с персоналом это затраты вашего времени, то я вас очень пытаюсь развернуть и мои авторитетные гости подтверждать то же самое, это инвестиции ваше время. Если вы хотите, чтобы ваша компания двигалась туда, куда вы ее хотите направить, объясните, найдите время объяснить. Отличный вот кейс, когда вы берете на 2 часа 10 человек в компании регулярно, пытаетесь им спросить у них, как их конкретно работа влияет на ту миссию или ту цель, которую вы для себя в рамках этой компании поставили. И как только вы начнете понимать и увидите, что у людей в глазах возникает понимание того, как на примере вот этого перегонщика автомобилей, тогда компания получает, как мы же с тобой сегодня говорили, конкурентное преимущество, которое нельзя сворачивать. Долгосрочно. 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 Абсолютно верно. Отлично. Идем дальше. Трансполируем или передаем, каскадируем вот эту ответственность до низа. Личная ответственность сотрудника. Почему ты считаешь, что это основа эффективности? Вот ты эту тему тоже заявил в нашем интервью. Ну вот смотри, опять здесь я буду опираться в том числе и на свою работу. Я не могу один видеть доскональную работу, например, у меня там 7 подчиненных, 7 сотрудниц в моей команде, все девушки. Я тебе отдельный вопрос про хосты задам. Где вы их находите? Это модельные агентства какие-то или что? Нет, нет. Это, ну, собственно говоря... Ну, они все красотки всегда. В любой автосалон заходишь, в Мерседесе особенно, наверное. Ну, они должны быть такими. Хорошо. А как, подожди, в требованиях должности ты что пишешь? Исключительно приятная внешность? Да ну что ты, ну, мы ищем как раз девчонок, которым у нас интересно работать. А, то есть, внешность не определяет человека, чтобы глаза горели. Должна ли она любить Мерседес вообще? Очень хотелось бы, чтобы она любила Мерседес. Ну, понятно, да. Извини, пожалуйста. Только к вопросу личной ответственности, понимаешь? Я не могу один знать и предугадать всё, что может сделать ещё семь человек. Ну, то есть, понимаешь, у меня должно быть тогда семь. Ну, логично. Семь разных. Семь тебя разных. Соответственно, а дальше всё просто, ты приходишь к каждому из них, каждой из них, и говоришь, а что ты хочешь сделать? Вот я вот считаю, что мы как команда, мы как компания вот там за год должны сделать вот это. А ты что хочешь сделать? В рамках вот этого, может быть, что-то своё. и начинает работать, собственно говоря, получение другого результата, потому что ну, так работает со мной. Когда я приходил в компанию, опять же, генеральный, ну, нарисовал свой круг пожеланий, я ему нарисовал своё видение и работаем. Вот там два года заканчивается как раз завтра. Два года в компании будет торт, пицца, шампанское. Работа, работа и работа. Слушай, это классно, но это вот ты в себя внутри. А вот есть же другие блоки компании, линии там продуктовые, там, не знаю, продажники, да? Насколько ты уверен, что руководитель там также эффективно и заинтересован в ответственности каждого сотрудника? Ты присутствуешь на этих собраниях, ты работаешь с руководителем, ты получаешь обратную часть от сотрудников. Какими там маркерами ты понимаешь, что всё идёт как надо? В первую очередь это работа с руководителем. То есть, понимаешь, ну, то есть, когда ты начинаешь, когда ты приходишь в компанию, в принципе, конечно, очень много руководителей, которые вот как те генеральные директоры. А были ли какие-то, которые тебя не воспринимали, там, ай, посмеи, да, что там, ещё один пришёл? Ну, конечно, это нормально. Ну, то есть, это такой резистанс, да? Да, это абсолютно нормально. Сколько времени тебе нужно было, чтобы вот сейчас ты выстроил уже со всеми отношениями и стали тебе уважать не потому, что ты просто вставлен генеральный, или там он сказал, что слушать его, да, а потому, что ты своим авторитетом или отношением или профессионализм заработал. Ну, первые месяца в 7-8, это только работа на это. До года, это где-то вот работа на свой авторитет. А потом уже они начинают прислушиваться. То есть, сначала... Прислушиваться, да, уже приходить, уже можно с ними как-то, ну, что-то более интересное даже делать. Знаешь, очень важный момент, я почему тебя спросил, многие люди, особенно руководители, некоторые, а зачастую не задумываются о том, сколько стоит новый сотрудник. Я просто немного выдерну ту тему из контекста. Буквально вчера я разговаривал с одним... Я занимаюсь коучингом руководителей в том числе, да, и вот у меня один мой... Представляешь, говорит, наш генеральный сказал, типа, там, уволить всех. Я говорю, слушай, а ты ему просто посчитай, сколько это стоит. Что человек, во-первых, а прием на работу, во-вторых, и отдача от него, ну, в этом смысле от тебя, да? Return of investment на тебя начнется с седьмого месяца, когда люди начнут к тебе прислушиваться с точки зрения вот этого менеджмента, ну, чтобы они могли воспитать и уважать тебя. Ведь это же колоссальные деньги. Вот насколько важным понимание вот этого процесса, что люди – это ценность. Видимо, поэтому все-таки роли чар, и вообще сейчас на Западе мы говорили с тобой об этом, что хьюман уже становится ну, как бы основой компании. Если раньше маркетинг был сердцем компании, да, сейчас у нас все-таки человек в сердце компании. Кстати, мы тоже считали, сколько стоит нам новый сотрудник, замена стоит от 30 до 60 процентов от годового дохода. Да. Ну, собственно говоря, его... Просто замена. Просто замена. Не считая его интеграции и реальной отдачи уже. Да. Это вот туда. HR еще становится, если говорить про современное его состояние, HR становится консультантом в компании. Очень важно. Консультантом, доставником. Но новая трансформация получается HR, да? Да. Он меньше исполняет. HR-ом становится руководитель. Вот это вот такая... Важнейший переход туда. Туда, да. То есть, понимаешь, опять к вопросу о генеральных и прочем, HR-ом становится руководитель. Не я управляю твоими сотрудниками, ты управляешь. Пару лет назад я когда впервые сказал, что вообще HR как таково, кто главный HR в компании? Генеральный. А мы HR-ы, ну, собственно говоря, обращаясь к вам, это носители технологий. Да. Когда у генерального возникает задача решить ее, вы должны предложить лучшую технологию, которая работает на людей. Но вдохновителем и идейным, так сказать, вот всех посылом весь, это, конечно, генеральный. Это очень важно. Спасибо тебе огромное за подтверждение вот этой вещи. Она для меня, на самом деле, важна. Не си дальше. Доброе, вечное, светлое. Так вот, еще раз вернемся к нашей теме. Что, например, я стал делать в Панавто? Я стал обучать руководителей. Ну, так как я такой внутренний а-ля коуч, наставник, тренер, я стал обучать руководителям, в том числе и технологиям, как вот приходить к этой личной ответственности. На самом деле, это же штука очень технологичная. Ты можешь, используя там определенные процессы, делать так, чтобы сотрудник сам занимался постановкой своих задач. Приведи пример какой-нибудь. Ну, вот смотри. Сейчас мы вот в Панавто находимся в том моменте, когда мы переходим от постановки задач руководителям к самостоятельной постановке задач, даже в систему. Сотрудник теперь заходит сам, пишет себе задачу, руководителя ставит наблюдателем, а в конце квартала он переходит к руководителю и говорит, ну, теперь, ну, вот, давай теперь оценим. Скажи, пожалуйста, какая предварительная работа прошла к тому, чтобы человек сам себе поставил задачу? Объяснение ему, куда мы идем. Это важно. Вот давай прям на пальцах, да, потому что, ну, это все-таки революционная достаточно вещь. Откроешь, там, давай скажем по-другому, открывая интернет и видя миллионы тренеров по эффективности управления, которые никогда в жизни к управлению никакого отношения не имели, но единственная их профессия – это тренер, и тренинги по книжкам, там, правильно, правила эксплуатации подчиненных, там, жесткие переговоры, там, и так далее, вот этот бред, который заполонил, к сожалению, российское управленческое сообщество, и, к сожалению, люди ведутся к тому, что люди, ты говоришь, то есть, есть свобода, человек сознает, что он должен сделать, и сам себе ставится, это же самоуправление через самоэффективность и самодисциплину, что ты им, какой чип ты им поставил туда, что они так стали жить. Ну, к счастью, я-то ничего не делал, делал по большей части генеральный. Опять же, его роль. Опять возвращаемся к его роли. Первое, это четкое формулирование того, куда мы идем, ну, там, в перспективе трех-пяти лет. на протяжении с трех до пяти лет он постоянно говорил, куда мы идем. Или горизонт три-пять лет. А, горизонт три-пять лет. Ну, вот, например, прошлый год, он объясняет горизонт трех-пяти лет. После этого он собирает отдельно группами всех руководителей, вот, от самого начального уровня руководителя до топ-менеджера. То есть, он, по сути, становится модератором стратегической сессии. И спрашивает их, мы туда хотим прийти, что нам делать? Что нам для этого делать? Вот, смотрите, вот мы хотим прийти, например, к этой циферке, нам вот нужно для этого здесь быть в послепродажке, вот здесь нужно быть в продаже. Я слушаю ваши варианты. Как вы видите, даже не как вы хотите туда дойти, а как вы видите, как вы хотите и как вы видите промежуточные цели. Круто. А они, в свою очередь, возвращаются к себе, говорят то же самое. Трансляция пошла вниз. Как вы видите, чтобы мы туда пришли? Потом собирают информацию, передают, вот, каскадированная система, то есть, получается, у вас, если бы это так назвать, каскадированная система стратегических сессий от самого верха до того. Туда и обратно. Two-way communication, да, то есть, каждый сотрудник внутри когда-то обсуждал то, как прийти к достижению цели. Ну, я надеюсь, что каждый участвовал, но вот руководители были включены в этот процесс однозначно для того, чтобы они приходили к сотрудникам и объясняли. Каких-то внешних провайдеров нанимали, чтобы помогали, все внутри сами. Сами, сами, сами. Высочайший уровень самоидентификации, то есть, как бы, вот, я не знаю, вот, было бы очень интересно познакомиться с твоим генеральным, может быть, как-нибудь в другой раз позовем его сюда, поговорим, а как он себе это видел, ну, вот мы с тобой с нашего уровня, да, а потом спросим его, как он видел себе это все, интересно будет. Я с удовольствием потом посмотрю. Окей, движемся дальше. Вот все, проговорили, да, и теперь, получается, люди поняли, и теперь надо, теперь уже от болтовни переходить к делу, да, ведь, ну, поговорить, пофантазировать, хорошо. Как это сделать, и почему у них это получается? Что тогда, какова роль руководителя становится в подразделении? Руководитель, во-первых, это транслятор вот общей цели, миссии, направления, и тот, кто тебе помогает определиться, туда ли ты идешь. Ну, то есть, по сути дела, ты должен... Регулировщик движения такой, То есть, ты должен прийти к руководителю и сказать, вот смотри, я вижу свои цели, задачи там на квартал, на год, вот так. Ты как с этим? Руководитель может сказать, вот здесь, да, вот здесь давай чуть-чуть подправим, и вот здесь чуть-чуть добавим. Окей, окей, либо, например, в неподготовленной компании человек бы сам себе стоял цель, он бы себе сказал, так, вот столько готов сделать, и там, курил бы бамбук все это время. А здесь люди адекватно оценивают свои задачи? Ты знаешь, да, потому что компания уже подобрана, компания с определенной культурой своей, и там вот это уже не прокатывает. Уровень текучести у вас небольшой? Ну, меньше 20%. Ты говорил, что вы меряете коэффициент лояльности к компании, да, или вот, ну или как удовлетворенность работы компании внутри? Или нет? Или это только там программа обучающая? А в целом, ты не мерял вот лояльность компании? Увеличенность лояльности? Нет. Будете, думайте. Будем, сделали, опять же, для руководителей инструмент, но пока, знаешь, в таком факультативном режиме. Окей, вот как ты считаешь, вот если от 100% вот взять лояльность, и вот если точечно спросить людей, какие будут в среднем ответы, насколько они лояльны к компании? Я думаю, что по пятибалльной шкале это будет там 4,7, 4,8. Я не думаю, что будет ниже. То есть там 80-90%? Да, лояльность очень высокая. Во-первых, очень много сотрудников, которые с компанией давно. А какой средний возраст жизни человека в компании? Ну, я думаю, что сейчас это там 3,5-4 года. Я знаю сотрудников, которые в компании работают 20-22 года. Там практически момент основания с компанией. Опять же, компания в принципе 700 человек, но как бы есть ли у человека четкое понимание, как он может расти в компании? В зарплате, в должности, в карьере? Или на какой-то момент он говорит, ну все, у тебя уже здесь роста нет, ищи себе на улице. Знаешь, наверное, к сожалению, сейчас прям четкого понимания вот раз, два, три, еще такого нет. Хотя, вот это вот задача этого года перед HR-ом как раз делают эти вот карьерные карты. Пушу туда. Давай так, это я уже пушу, а ты просто практически идешь по моим следам. Но карьерные карты это задача этого года. Но я знаю, что сотрудники сейчас четче осознают, что у них всегда есть возможности роста, и рост зависит от них. Цифра, которую, наверное, можно называть абсолютно открыто, 15-й год из всех закрытых вакансий каждая десятая закрывалась внутренними сотрудниками. В 16-м году уже каждая пятая. Понимаешь, скачок. То есть, 20% вакансий закрываются внутренними сотрудниками. Я тебе могу сказать, что это показатель... Но на их место кто приходит? Внешне. А, внешне. То есть, имеется в виду, высшего уровня закрываются внутренние, а уже такие рядовые приходят в свежую карту. Да, да, да. Это нормальное такое здоровое движение внутри компании. Слушай, цифра на уровне, ну вот по моей практике цифра мировых компаний. Я задам тебе другой вопрос. Вот работая с руководителями, да, и как бы у каждого... Ну там есть генеральные директора, понятно, они с акционерами, есть... У их уровень управления, есть руководители первого уровня, для них генеральные. Когда мы начинаем разговаривать о том, что вот, а как тебе развиваться дальше в компании в рамках коучинга, у всех у них страх рассказать, подойти к своему вышестоящему руководителю, акционеру, генеральному там, или наоборот, какому-то директору, и сказать, вы знаете, я понял, что мне бы хотелось развиваться в компании. Мне вот моей должности мало. 90% людей, которые находятся у меня в коучине, считают, что это фактически путевка на улицу, потому что, ах, тебе мало, там, как вам удалось то, что человек не боится сказать о своем желании развиваться в компании? Ты знаешь, для нас это культура. Это культура, ну, во-первых, мы объясняем руководителям, опять же, в ходе того же самого обучения, что такое обучение развития сотрудников, что такое карьерное планирование. И, ну, вот это, знаешь, синдром дяди Федора, про который я тебе писал, я не стал подробностей рассказывать. В чем фишка-то была? Мальчик-то был умный, самостоятельный, только все раскрылось ровно после того, как он ушел от мамы. Вот понимаешь? То есть, надо было поставить себя в такие условия? Ну, понимаешь, вот руководителям так и доносишь, что если ты будешь его зажимать, его результат будет хороший, но его результат, получается, будет лучше, если он от тебя уйдет. То есть, он раскроется. Ты или ему даешь свободу, или он от тебя уходит, потому что в нем потенциал это гораздо больше. Отлично, это первая наша программа будет. Как ты говоришь, синдром дяди Федора, да? Ну вот, да. Круто. Пользуюсь. Спасибо. И у нас, опять же, за те моменты, которые, сколько я в компании, сколько я смотрю за этим, единственная проблема, которая возникает при переходе сотрудника, это то, что на его место нужно кого-то найти. У нас первая, как ты говоришь, прошлого года у нас была цепочка в пять перемещений. И вот мы ждали вот этого пятого, чтобы вот цепочка вся реализовалась, а всё остальное это были внутренние переходы. Отлично. Вот такое было. Работая с ценностями, так или иначе, выходишь на базовую ценность развития. И это, наверное, к части ещё и та ценность, которая драйвит и мотивирует людей помимо денег. Мы с тобой знаем, что деньги это важный момент, гигиенический фактор, он должен быть адекватным по рынку, чтобы люди не чувствовали себя ущемлёнными, но деньгами не заставишь человека быть более ответственным, более лучше работать. Это важно. В общем, здесь тема, она как бы однозначна, то есть, её нет смысла обсуждать. А вот когда ты говоришь о том, что ты добавляешь к развитию, вот и мне ещё хотелось бы акцентировать буквально на один момент. Своё. Я это пометил в себе. Есть ли у человека внутри компании возможность развивать какой-то свой личный проект или какую-то свою личную черту? Или, например, он считает, что для того, чтобы быть лучше всех продавать в Российской Федерации продукцию Mercedes-Benz, я бы хотел выучить немецкий язык. Ну, слушай, ты должен, во-первых, соотноситься с необходимостью? Нет, пока необходимо, но у меня есть внутреннее желание. Вы можете мне помочь? Я думаю, что я буду эффективнее работать в этом смысле. Нет, ты знаешь, здесь нужно понимать, что мы всё-таки там про работу. Если это твое личное желание выучить испанский язык, который в работе не понадобится, ну, немецкий-то нам понадобится. Немецкий производитель здесь ещё... Хорошо, вот немецкий язык, вот он подошёл, человек, который там, ну, собственно, никак с немцами не взаимодействует, но хочет выучить. Немецкий язык считает, что это даст им возможность лучше продавать Mercedes. Ты должен доказать, что тебе это поможет. Если, понимаешь... Он не обязательно хочет, чтобы вы за него платили. Он говорит, просто я вот хочу изучать немецкий язык, мне там нужно 15 минут в день уединяться на Skype. Вы можете такого позволить мне? Я думаю, что да. То есть, тут не будет проблем? Нет, нет, здесь проблем нет. Если ты понимаешь, что у тебя там есть 15-минутное развитие на Skype... А вообще, ты даёшь людям возможность, ну, или как это всё считается, что вот 8 часов зашёл, вышел. Если у человека там 15-20 минут пойти просто подумать, там обсудить, просто немножко, ну, как бы привести в порядок свои мысли, там, как вот эти вот такие вещи, ну, как бы, которые сегодня, знаешь, ну, в этой в IT-компаниях особенно там показан, культура открытого офиса, он сел в кресло, подремал там, что-то в этом роде. Ты знаешь, у нас нет тотального контроля. Ответственность опять же, да, получается? Ну, есть доверие к сотрудникам, есть ответственность сотрудников, и, знаешь, очень такие связанные вещи между собой. и отсутствие тотального контроля. Мы понимаем, что ты на работе, если ты занимаешься, ну, тем, что полезно для компании, ну, бога ради занимайся. Я это очень, ну, для меня это норма, потому что я практикую своими сотрудницами. Они очень, ну, много развиваются, они много чему учатся. Они учат друг друга, кстати. Это тоже очень полезно, когда знания начинают курсировать внутри компании. Развивают друг друга. Это такая очень хорошая тема. Ты знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим, а я вот вспоминаю, я несколько раз приезжал к вам, я тебе говорил, что между, когда выбирал между машинами, да, и как раз катался на Е-классе, мне очень понравилось там, как бы, вот и ребята, и отношения, и вот в целом, как бы все. Знаешь, иногда бывает, приходишь в разные салоны, и по-разному себя чувствуешь. Иногда чувствуешь себя как дома, и даже компании там, да, а иногда чувствуешь, что тебе даже и не рады, собственно говоря. Вот мне кажется, вам удалось создать такую атмосферу домашнего в хорошем смысле, где тебе рады, как, ну, и понятно, что, само собой, там, ты получишь лучший в России сервис по продаже, там, я все время поглядывал на часы, и думаю, вот сейчас начнется, 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 на самом деле осталось две минуты, время пролетело просто очень незаметно, я бы хотел тебя спросить, вот в тот момент, когда тебе тяжело, когда, ну, ты же тоже человек, в первую очередь, да, в чём ты черпаешь свою мотивацию? Ты знаешь, я, наверное, для себя нахожу точку в том, что ты, ну, вот я, например, лично оцениваю, а ведь что-то уже сделано, вот, очень полезно вот это рефлексировать, сделать некую свою такую ретроспективу того, что было, что получилось, да, Стар Трек такой. Да, ну, вот очень такой, прям яркий пример, буквально там, прошедшего года, вот это обучение руководителей, ты рассказываешь вещи, которые для них абсолютно новые, то есть для тебя обычные, а для меня норма, для них непривычно, и, честно, у меня был период, в середине второго дня обучения, они уходят на обед, я, я сажусь, но это тяжело, вот честно, это тяжело, потому что ты доказываешь, убеждаешь, ты очень много вкладываешь в это, я сел, и в уме посчитал, что вот этого зацепила вот эта мысль, а вот этого вот это, а вот этот со мной согласился здесь, я побеждаю, там, например, там 2, 2,8 в мою пользу, всё нормально, и вот эту вот штуку, вот это упражнение полезно делать, посчитать, какой счёт в твою пользу, на самом деле, если ты работаешь, вот действительно так активно, счёт будет в твою пользу. Супер, напомню, уважаемые дорогие друзья, бизнес-завтрак на радио Медиаметре, в гостях, сегодня был уже, так как через 30 секунд буквально заканчивается эфир, Алексей Кирсенко, HR-директор Панафта, официальный дилер Мерседес, надеемся, лучшего продавца Мерседеса в России, дай, пожалуйста, 1-2 совета генеральному, которые бы помогли, с твоей точки зрения, повысить уровень ответственности, чтобы он должен, но он должен внутри это услышать и сделать, что бы ты порекомендовал? Любой генеральный должен сам быть образцом в следовании этим правилам. Это, наверное, раз. То есть он со своей командой должен работать точно так же, как его топы будут работать уже со своими командами. И, наверное, банально, генеральный должен понимать, что работа с персоналом – это игра в долгую. Это игра в долгую, это игра, ну, такая вот очень, такая работа затратная, но при этом, может быть, не сразу дающая выхлоп, но в долгой перспективе это точно там твое преимущество, причем номер один. Спасибо тебе большое, уважаемые радиослушатели. С нами был Алексей Кирсенко и чар-директор по «Нафто». Надеемся, лучшего будет в этом году продавца Мерседеса. Да, а я хочу вам тоже сказать эту же фразу, что ваш успех – это успех ваших людей, то, насколько вы инвестируете и сколько вы инвестируете в людей, такова будет и отдача от вашего бизнеса. Желаю вам успеха. Роман Дусенко, «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». До встречи в следующую среду. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова